Всем привет! Меня часто пощает желание посмотреть фильм или почитать манхву, в которой главному герою приходится выживать во время апокалипсиса, находясь в постоянном противостоянии с кровожадными монстрами и двуличными выжившими. В сегодняшнем ролике я покажу вам три лучшие манхвы про выживание во время апокалипсиса. Список составлен на основании прочитанных мной произведений, и можно не включать те или иные популярные манхвы. Все названия будут указаны под роликом. Давайте начинать! И первый у нас Милый дом. Жанр ужасы, психология, сейнен. Манхвы рассказывает о парне по имени Хён, который из-за сложной жизненной ситуации вынужден переехать на съемную квартиру и жить на оставшейся от покойных родителей деньги. Впав депрессию, он решает совершить суицид и даже выбирает дату, но обстоятельства мешают его плану. Получив сообщение от курьера, Хён выходит из квартиры и видит странную картину. Посылка с лапши порвана, и от нее тянется след к квартире симпатичной соседки. Заглянув в квартиру, Хён замечает, как чья-то рука берет окровавленный собачий ошейник. Осознав угрозу, он прячется под кроватью в своей квартире. Вскоре шум в коридоре прекращается, и он подходит к монитору, в котором видна его соседка. Но уже спустя несколько секунд становится понятно, что это существо только притворяется человеком. Услышав игру на гитаре этажом выше, монстр убегает. И тогда, вооружившись палкой от швабры, Хён выходит в коридор и пытается криком привлечь это существо. Слышен чей-то приближающийся топот. Уже с первых глав, это манфа прикового читателя, заставляя его переживать вместе с героем. Все персонажи хорошо раскрыты и ведут себя реалистично, показывая разницу в реакции людей на экстремальной ситуации. Отдельно хотелось бы сказать прорисовку. Она тут выделяется своей оригинальностью и детализацией. Поэтому я был приятно удивлен, столкнувшись с чем-то не совсем обычным. Выживание с нуля. Жанр. Путешествия во времени, ужасы, выживание. Эта история рассказывает о парне по имени Йохан, который пережив три года во время зомби-апокалипсиса, попадает в ловушку и умирает. Открыв глаза, он возвращается в то время, когда до начала апокалипсиса было еще полгода, и только он обладает этой информацией. Воспользовавшись этим шансом, он начинает приготовление, и покупает все необходимое для выживания в зомби-апокалипсисе, не забывая про физические тренировки. Но не все идет так гладко, как он задумал, и первая зараженная появляется гораздо раньше, чем должны. Эта манхва мне запомнилась хладнокровным и расчетливым главным героем, которая не идет на поводу у других людей, и в любой момент готов на принятие сложных решений. В данном случае рисовка это не главное, хотя она здесь довольно неплохая, только иногда напрягает отсутствие мелких деталей, и лица персонажей, стоящих на заднем плане. Улей. Жанр. Научная фантастика, сейнен. Выживание. Уже по названию становится понятно, что нас ждет не стандартный апокалипсис зомби, а самое настоящее нашествие насекомых. Манхва начинается с небольшого пролога, где говорится о том, что тайны ледников имеют серьезные последствия, которые могут привести к росту насекомых. Лимиксон. Обычная работяга с мягким характером, у которого есть жена и ребенок. Однажды, придя на работу, он выходит покурить на свежий воздух. Но спокойствие прерывает внезапное объявление о приближающемся осином рове. Получив укус в тело, наш ГГ вырубается и просыпается в каком-то помещении. Осмотревшись, он замечает на себя огромные куколки, из которых начинают влазить насекомые. Освободившись от них, он подбегает к окну и обнаруживает, что пока он был в отключке, вся ближайшая территория была захвачена и безопасных мест уже нет. Теперь нашему герою предстоит выжить в этом мире и найти своих родных. Данная манхва обладает классным сюжетом. Персонажи разные и живые, со своими индивидуальными чертами и возможностями. Особое внимание хотелось бы уделить собачнику. Это персонаж, который действительно запомнился мне своей харизмой и множеством решений, которые он принял. На протяжении всего пути он часто помогал главному герою и действовал рационально. К сожалению, данная манхва не очень популярна, но она определенно заслуживает вашего внимания. Надеюсь, что посмотрев это видео, вы нашли для себя что-то новое. Всем пока!